Войну и мир отменять, наверное, это глупо, наверное. Кто это делает, наверное, не читал ее. А вы прочитали? Конечно. Я думаю, частично оставить надо ее. Частично это как? Не все, не полностью. Очень много читать. Самые важнейшие эпизоды. Их можно оставить. А вы сами читали ее, все прочитали? Тоже не все очень плохо. Война и мир, это же Наташа, Ростова. Знаете, для детей должны знать и любовь, и извините. Вы против? Я против. Ну, молодое поколение, которое сейчас должно это знать, читать это все. Оно, как сказать, про историю, про войну. Ну, я против, конечно. Почему? Ну, классика наша, как так. А сами прочитали в свое время? Сам в свое время я не читал. Все понятно? Конечно, отрицательно. Все его учили, и я учила. Все прочитали? Ну, да, по программе мы все читали, и рассказывали, и пересказывали. У нас правительство все готово убрать. А платные услуги, как говорится, включить, чтобы это все за свои деньги было. Вместо этого хотят ввести Библию, вот как обязательный предмет. Вы как относитесь? Ну, я отношусь к этому отрицательно. Для чего она? Кому надо, сам для себя может это изучать. А обязательный предмет – это ни к чему. Ну, я не думаю, что ее надо вводить. Как обязательно? Как обязательно, не надо. Библию пусть уж дополнительно вводят. Библия должна быть. Обязательно прогресса? Обязательно. У нас разлад идет большой. Поэтому я считаю, что Библия в основном нужна нам. Нам, православные люди, нужны, но не такие, как сейчас. Ну, я бы, наверное, не хотел бы. Почему? Ну, я не знаю. Ну, много кто отрицательно к ней относится. А ты как относишься? Ну, можно сказать, тоже отрицательно. А почему? Можешь сказать? Нет.